Ксения, здравствуй. Привет, Марина. Привет. Рада видеть очень. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой вели разговор вообще в других условиях. В Украине в красивой студии сели, поговорили, как мы с тобой, помнишь, когда-то разговаривали о моде и красоте. И о том, как мамам лучше со своими дочерьми поступать. А в результате сидим с тобой в разных кусочках мира и с минимумом одежды, да? Так что сегодня не омывать. Вот такая жизнь, вот такие обстоятельства. И наша задача — это, знаешь, как бы принять и не тратить энергию на то, как было, что у кого было, какие у кого возможности было. Несмотря на то, что всё это было заслужено, справедливо, мы много работали и пришли к тем результатам, которые у нас были. Но помнишь Гарри Поттере? Помнишь Гарри Поттере, когда Гарри нашёл комнату, показывающую ему зеркало? Да. Главное в ней не застрять в этом зеркале и в воспоминаниях о том, как это было и как бы это могло быть. Я тоже говорю, что у нас нет прошлой жизни, и про неё можно забыть, и опираться на неё больше не приходится. И всем быстро-быстро нужно перестраиваться, встраиваться вновь. Я хочу тебя спросить, ты в Испании? Да, я на данный момент нахожусь в Испании. Мы приехали сюда за день до того, как всё началось. То, что должно было быть просто небольшим отпуском, оказалось в целом и выигрышной стратегией, потому что мне как маме, ну вот я принимала решение, потому что мы тогда запускали новую коллекцию, мы открыли новый бутик и так далее, и так далее. Но вот было какое-то вот интуитивное, что нужно вот на время поехать, поехать просто в отпуск с малышом, посмотреть, как всё развернётся. Мы там на одну неделю планировали. Просто какая-то вот интуитивная штука. Да, и все процессы рабочие были засыплены. Но я на тот момент выбирала бизнес, который я всегда выбирала, даже когда уже мамой, либо мой ребёнок. И я вот находилась в таком... Я поняла, вот я убрала всю тревогу, убрала весь страх. И поняла, что ответ, ну, ребёнок. Ребёнок, потому что в целом дети и животные — это те существа, которые требуют наибольшей защиты. И мы как мамы должны своих малолетних детей, которые... Они не могут сами о себе позаботиться. То бишь бизнес ты отстроишь. И я тебя спрошу ещё об этом. Как и мы всегда в любой жизненной ситуации что-то могли поменять. Мы взрослые, мы можем это делать. А дети нуждаются в нас. Это точно. И сейчас это о том, чтобы сохранить их. Да, и мне кажется, что важно передавать им вот эти вот стратегии, уходить оттуда, где небезопасно, где некомфортно. Наша задача глобальная, если посмотреть, растить поколение без страха, умеющее адаптироваться под разные ситуации. И этому нельзя научить. Это можно показать только своим примером. И поэтому в каком состоянии мы сейчас находимся? Страдающими от того, что уже потеряли то, что у нас было, или готовящие вот эту вот похлёбку из тех обстоятельств, из тех одного худи и трёх копеек, которые у нас есть? Я хочу тебя спросить. Это прям очень важный момент. Почему? Потому что очень многие люди оказались сейчас без работы, без своих бизнесов, потому что они находятся там, где ведутся военные действия. И люди не могут этого делать. И каково это? Каково это остаться человеком, у которого производство... Оно же в Украине, правильно? Да, в Украине причём. А вот сейчас ты мне говорила, что ты ищешь работу. Да. Скажи чуть-чуть больше об этом. Что как бы очень важно. Мы, девушки, женщины, в частности мужчины, которые выехали законно, мы на самом деле сейчас тыл. Тыл тех людей, которые остались и защищают нашу страну. Экономические, которые сейчас могут там работать. Которые защищают с оружием нашу страну, потому что на нас напали. Так вот, мы другой тыл. От того, как мы себя ведём, от того, как мы разговариваем, как принимаем с благодарностью помощь, но не из позиции жертвы. А вот сейчас так произошло, я благодарна за любую помощь, но дальше у меня есть руки, ноги, у меня есть голова. Я могу быть полезна в той или иной стране, в которой я оказалась. И это очень важно. Потому что рано или поздно это всё закончится. И то, какими мы являемся, какие наши действия, как мы себя ведём в той или иной стране, это и есть наша репутация, это и есть лицо Украины по всему миру. Это очень важно. Какими мы запомнимся. Ты затрагиваешь. Многие же люди, которые выехали, они же празднуют, что они живы. И в этот момент времени делают репутации огромный минус Украины. Ну, потому что это же не о том, чтобы выехать и пить. Нет. Многие-многие пошли работать, кто-то пытается обустроить свои семьи, а кто-то ведёт себя достаточно некорректно. И то, как он себя ведёт, я получаю просто в Директ очень много всего. И я говорю об этом, хотя не планировал, только потому, что ты задела эту тему, что мы лицо своей страны, где бы мы ни находились. И поэтому имеет смысл вести себя достойно, принимать помощь, становиться на ноги и помогать всем, кто остался. Не чувствовать себя, знаете, такой жертвой обстоятельств. То, что с нами произошло, это чудовищно. Но не надо искать. Очень важно найти в себе силы и принятие, понять, что не стоит понимать, почему так произошло, не стоит туда энергию давать. Там нет ответа. Нет ответа. Успокоиться. Вот это найти, как бы это сложно ни было, радость в том, что есть. У тебя есть руки, у тебя есть ноги, у тебя есть голова, у тебя есть сейчас мирное небо, у тебя получилось выйти куда-то. Окей, дальше. Чем ты можешь быть тем полезным? Какие скиллы, навыки ты можешь применить? Давай подробнее об этом. Вот какие скиллы и навыки ты прямо сейчас прокачиваешь, потому что оказалась не дома, с маленьким ребёнком, оставив производство, перейдя из ранга владелица очень классной, успешной, красивой, радующей. Многих женщин компании человека, который за рубежом и ищет работу. Какие конкретно скиллы прокачиваешь тысячами? Смотри, я начала, как говорится, сначала наденьте маску на себя. Так вот, да, будучи 8 лет предпринимательства, выстраивая бренд с нуля и делая, в принципе, всё, да, всё в бренде, от эскиза в закупке тканей, да, до, в целом, выращивания сотрудников, да, и развития их. В целом, я не занималась своим Gmail, LinkedIn профайлом. Я сейчас подключила свою команду, мы делаем visual для нашего портфолио, даю на получение обратной связи всем своим преподавателям из Британского колледжа моды. Посмотрите, как то, что. Смотрю на работы в моей сфере, каких они специалистов требуют, да, и, как говорится, adjusting. Форматирую моё резюме, чтобы быть максимально полезной в той или иной компании. Также я пишу всем-всем-всем-всем-всем-всем своим контактам, рассказываю, что я тут, я в безопасности, и я готова реинвестировать на данный момент, пока я нахожусь здесь, весь опыт в ту или иную компанию. При этом у меня есть крутейшая команда, которая также может усилить позицию, позиции в вашей компании. У нас есть такой-то опыт. Ну, потому что, да, будучи бизнесменом в своей стране, я не просто художник, да, я так вижу. Этого мало у нас, чтобы быть бизнесменом, это очень мало. Да, 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 да. Я знаю, как объединить искусство с коммерческим успехом. И я стараюсь, да, вот это доносить доносить. При этом я понимаю, что к тому уровню, который у меня есть сейчас, я шла восемь лет. но я шла восемь лет. И я понимаю, что, возможно, мне нужно будет начать с чего-то намного меньшего, да, чтобы, чтобы, как говорится, засетапиться и начать, ну, начать поддерживать себя и своих коллег в Украине. Вот. Я хочу такой маленький резюме, поправь мне, если я неправильно тебя поняла. Значит, что мы можем сказать тем, кто сейчас оказался за рубежом и имел какой-то прошлый опыт, и этот опыт достаточно большой, был там владельцем собственного бизнеса или топом в какой-то компании. И вот сейчас он не может получить такую же работу за рубежом или того же уровня или отстроить свой бизнес прямо в этот момент времени, чтобы точно так же быть. Но то, что делала ты, разослала, насколько я понимаю, резюме везде, где только можно было разослать, описала то, что ты умеешь делать, сказала, что у тебя есть команда, потому что у многих есть, а кто-то один может заменить команду. Ну, потому что если был топом и очень хорошим топом, то, скорее всего, его тоже возьму. И это о том, чтобы где мы не оказались, не ждать пособия, не сидеть и не думать, что когда-нибудь там эти тучи руками кто-нибудь разведет, становиться на ноги, зарабатывать деньги и пусть не в своей сейчас компании, возможно, в компании чьей-то другой, но не обездельничать, правильно? Не обездельничать, не обездельничать. И всегда, знаете, вот осознавать, вот там, у меня двухлетний малыш, да, мне получилось его отдать в сад, и он, да, я его забираю, забираю в 12.45. Вот, и всё это время до вот с 9.12.45 я занимаюсь работой, или когда он спит, там, по ночам учу испанский, и также продолжаю, ну, рассылать в e-mail и искать возможности для себя и своей команды. При этом, при этом, у меня нет такого, вот, мне нравится Испания, я хочу здесь остаться, мне нравится весь мир, где есть мир, и я могу реализовать себя. То есть, моя временная точка дислокации будет зависеть от того, где ты летишь с работой, правильно? С работой, да. То бишь, опять же, это очень важно, потому что я от многих слышу, ой, я не знаю, я не хочу, там, я не знаю, что мне делать со своей жизнью, никто не знает сейчас, что делать со своей жизнью, ну, вообще никто. Мы не знаем, не то, что там завтра будет, мы не знаем, что будет там через полчаса. Вот, вот, вот сейчас горизонт событий, который мы можем планировать, он очень узкий, но при этом очень важно сказать, что, окей, я сейчас здесь, и вот здесь я буду, делать то, что я буду делать, или я буду искать место, где меня возьмут, и на какое-то время моя жизнь будет разворачиваться там, а что будет дальше, будет видно. Ты когда-то очень классно сказала, что, да, нам всем важно работать там, где нам нравится. Да. В мирное время это идеально. Вот реализация себя, но иногда бывают моменты в жизни, когда тебе нужно работать, чтобы платить по счетам. Да. Возможно, вот этот момент, он и пришёл. Класса хорошо усмиряет, в гордыню, он хорошо тренирует принятие, ведь всё, что происходит в нашей жизни, для нашего расширения. Я когда-то... Он через это, да, потому что это как раз очень крутая зона роста, где мы можем сказать, хорошо, я помимо того, что говорила, что нужно работать там, где нравится, я всегда говорила, что иногда для выживания. Да. Ты говоришь, нужно работать, чтобы платить по счетам. Сейчас многим нужно платить по счетам, и не только за себя, потому что у меня, например, там сотрудники моей школы разбросаны сейчас, кто в Украине, кто по миру, которые тоже без работы сейчас. У нас наша команда, с которой мы делаем потрясающие проекты, которые касаются образования людей во всём мире, тоже в Украине, кто в бомбоубежищах, кто смог с детьми выехать. И это о том, что сейчас это даже не только по счетам за себя и свою семью, это по счетам для многих из нас, за всех людей, которые у тебя в команде. Да. И здесь как бы очень важно тем мамам, которые оказались, например, с детьми за рубежом, да, смотрите, я тоже вовлечена в эти новости, я почитала, сразу вышла, но нету там конструктива, нету там конструктива, разрешите, нашим защитникам делать свою работу. Я спрошу тебя, что ты почувствовала, когда ты узнала про войну? Меня мой муж разбудил в 5.50, наверное, я сказала, вставай, оденься теплее, спускаемся в подвал, началось. И я помню, что в тот момент я не, у меня не было страха, ничего, скорее всего, было такое всеобъемлющее украинское туго, я не знаю, как это по-русски сказать, это слово не подходит, оно спло, это не тоска, это просто тоска, смешанная с болью за то, что случилось худшее, наверное, из того, что можно было только предположить. А что ты почувствовала? Я в ночи тоже практически не спала и проснулась ровно тогда, когда все началось, было интересно наблюдать, всплылись какие-то такие личностные моменты, боль от того, что действительно это произошло, от того, что мы с мужем порознь и незнависны, когда мы будем вместе. Очень много каких-то страхов произошло, потому что всплывают какие-то такие моменты страха из прошлого опыта. Я начала осознавать, к кому это приходит, что приходит, почему это приходит. Сделала какие-то практики про осознание всех этих чувств по мне, и мне становится легче. Потом я смотрю на своего ребёнка, и дети — они настоящие мудрецы. Они не вспоминают, он видит папу по скайпу, папочка рисует там что-то, и всё, и всё, и всё. Но у них нет вот этого момента скучания, потому что говорят... Он маленький. У тебя маленький очень сын. Мне пишут в Директ огромные... Я получаю каждый день сотни сообщений. Ну, я получаю каждый день сейчас тысячи и тысячи сообщений, среди которых сотни, о том, что сказать ребёнку, почему мы не можем приехать домой. Ну, это дети, которым 5 лет, 4 года, 10 лет. Как им объяснить, почему мы находимся далеко, и что, возможно, мы там никогда не вернёмся, или когда они спрашивают, что мы завтра уже поедем, мы завтра домой поедем. Поэтому у тебя огромное счастье в данный момент, что малыш такой маленький, и тебе не нужно отвечать на эти вопросы. И вот это интересный момент, что когда у ребёнка особо сильная идентификация с Личностью, то есть у него нет вот этого вот как должно быть, и как есть... Да, он принимает то, как есть. Маленьким детям заходят любые правила. Как есть, как есть, и хорошо. Мы пошли на море, и он радостен. И я считаю своим важным долгом находить подлинную радость в таких же моментах, потому что мне важно передать детям, что что бы ни случилось, вот есть какой-то Бог, всё равно Он с тобой. Он разрешил эту ситуацию, и Он проведёт нас. И когда ты понимаешь, что за тобой... Алина, ты думаешь, что кто-то знает, как у нас всё закончится? Я думаю, что это знаешь как, Бог не даёт ничего того, что мы не можем пройти. Ну да, но с другой стороны, мы с тобой так говорим. Я не спорю, я просто о том, что нас будут смотреть очень разные люди. И эти очень разные люди по-разному воспринимают ситуацию. И ты говоришь, нам не даёт ничего, через что мы не можем пройти. Мы можем говорить, потому что мы живы так. Да, да. Так не могут сказать те люди, которые погибли сейчас. Это правда. Поэтому, ну вот, наверное, для тех, кто остался жив, да, у нас сейчас такое время, которое мы... Как бы это сейчас, чтобы высокопарно не звучало, что нельзя протрындеть эту жизнь теперь. Нельзя. Нельзя. Знаешь, у меня очень рано погиб отец. И очень было много злости и обиды на счёт этого. И только со временем я поняла, что Бог дал мне и силы, и принятие, принятие это. И потом, если бы во мне не было столько боли, закапсулированной маленькой девочки, не было во мне, и это не дало бы мне силы для расширения, для чего-то большего. Понимаешь, о чём это? Я, да, у меня очень рано умер мой брат, и он для меня был одним из самых любимых в семье. Я понимаю, я много лет не могла с этим справиться, но со временем не то, чтобы я научилась это принимать, это факт, с этим не поспоришь. Это такая штука, с которой просто приходится жить. Но я научилась очень многим моментам и осознавать, чему я научилась, пока я разбиралась со своей головой, что какие-то вещи невозможно изменить, что всегда есть какая-то точка счёта, с которой можно подумать и пойти совершенно в другую сторону. И вот про точки сборки, это, наверное, больше об этом, что есть моменты, которые мы поменять не можем. Вот мы с тобой сидим сейчас, я в Украине, ты в Испании, но я тоже не дома. И это вот про то, что мы уехали. Не мы думаем, куда идти дальше. Не шеф, всё пропало. Да, да. Это то, как опасно думать, потому что в этом стенании, в этих слезах можно утонуть. О том, как всё круто было. Но у нас этого нет уже. И вот научиться принимать, что этого нет. Да. Знаешь, как мне многие там в мирное время писали, значит, «О, Боже, я там, значит, на своих родителей не могу простить, обижаюсь столько лет». Я всегда говорила, «Слушайте, ну это же закончилось давно, этого нет, это нужно оставить». Мне кажется, что сейчас практически всей стране нужно быстро очень научиться оставлять то, чего нет, и понимать, чего я на самом деле хочу. И вот это хочу устраивать прямо сейчас. Это очень важно. Это прямо, знаете, ты знаешь, потому что очень много женщин выехало, мужчины остались там. Да. И сейчас наша ответственность, мы можем быть их вдохновителями, мы можем стать на своё место и действительно их обрегать своим диплом и добрыми помыслами. А можем быть для них… Я бы добавила ещё, знаешь что, я бы здесь добавила, я всегда очень скептически относилась к вдохновлять мужчин, ну потому что целая индустрия работала на то, чтобы рассказать женщинам, что твоё место вдохновлять мужчин, и это не рабочая стратегия. А когда он увидит тебя, что ты в собственной, что ты делаешь своё дело, для него чемодан, пишущий через каждые пять минут. Спасибо. Ты озвучила, озвучила мои слова. Вот сейчас как раз это тот момент времени, когда женщинам настолько нужно быстро собраться, чтобы мужчина не волновался за неё. Вот. Чтобы он знал, там она разберётся, она взрослая девочка, с детьми, без детей, она разберётся. И возможно настало время этим взрослым девочкам тоже объединяться и помогать друг другу. И с утра мне сегодня спрашивал один молодой человек, он говорит, а вот что делать мамочкам за рубежом, которые выехали, у них много детей? Ну, у одной трое, у другой пятеро, ещё одной двое или один, они маленькие, садиков нет, работы нет, я говорю, объединяться. Им нужно объединиться. Одна, как в кибуце, делали когда-то, вот одна смотрит за детьми, другие делают какую-то работу и меняться, но надо как-то выживать, потому что условия, при которых тебя обеспечивали, закончились. Теперь нужно идти на работу, где бы мы ни оказались, если кто-то не работал, добро пожаловать, время работы началось. А детей, ну, как-то всегда можно собраться и кто-то присмотрит, вот выбрать дежурную по детям, ну, как минимум. Если нет детского сада, если нет такой возможности, как у тебя, чтобы не писать, как мне здесь плохо, мужчинам, которые остались, потому что им сейчас не до этого, это правда. Да, то есть они должны заниматься своим делом, они на своём месте сейчас, все, кто там остался, они на своём месте, кто работает, кто защищает. И им нужно, ну, и они сильнее, когда мы в эмоциональном порядке. То есть действительно, у каждого из нас сейчас своя внутренняя война, ещё своя внутренняя война. Как я справлюсь? Я одна. Это тревога, это не война, это тревога и страх, возможно, но он пройдёт. Пойдёт. Он пройдёт. Как только, у нас же невозможно, ну, попояться мы можем, правильно? Но потом встанем и пойдём что-то делать. Да. Ну, потому что никто же не сделает, как бы, и поэтому пойдём делать. Скажи, у тебя есть там кто-то рядом, кто тоже уехал, и может быть, вы как-то помогаете друг другу, объединяетесь, знаете друг друга, знакомитесь? Так, что очень сильно помогают просто незнакомые испанцы. Вот. К сожалению, к сожалению, вот тем украинским контактам, которые я здесь писала, ну, вот как-то, ну, я их тоже понимаю, они совсем, наверное, недавно устроили здесь жизнь и помощь. То есть это нормально. Но я благодарна, знаешь, там, за каждую ссылку, за всё, за всё. Вот мы там, не знаю. и, ну, там, я написала кличи, друзья, всё хорошо, на экспатовской группе, там находится вот небольшой провинции, в которой мы остановились, там у кого есть самокат, там кубики, там чайник буквально, то если вы им не пользуетесь, мы с удовольствием помогаем. Вот. А, да, тут очень важно побороть гордыню, что, ой, вот у меня там столько было, что-то я буду пользоваться. Нет, это вообще не про это, да, чем открытие… Сейчас не про это. Не про это. Чем открытие мы, тем мир более изобилен. И там кто-то что-то принёс, и это уже как бы здорово, да, то есть вот такая вот тоже помощь может быть. Некоторые, но испанцы очень помогают, потому что они, ну, сочувствуют, но сочувствуют нам, как в этом ситуации оказались. Но тут очень важно не перегнуть палку, действительно, не быть вот этой вот жертвой. В общем, смотри, то, что происходит, то, что я… Только начало происходить. Очень много украинцев выехало, больше трёх миллионов уже. На сегодняшний момент это те, кто выехали за рубеж. Многие, как и мы сейчас, находятся, например, там, в Западной Украине или в середине Украины, где спокойнее. И это значит большой отток и большой наплыв на те места, которые не были рассчитаны для этого совершенно. И нет рабочих мест, и здорово, если там часть работы, как у меня, например, я могу делать интернет, а часть работы я не могу. Наша школа стоит в Пущеводице, и в неё невозможно вернуться, и, ну, как бы есть, как есть, дай Бог, чтобы не разгромили. Ну, и на этом будет спасибо, да. Но когда мы куда-то выезжаем, и, конечно, какие-то государства будут способствовать тому, чтобы люди что-то получили, но это что-то, какая-то выплата, она мизерная, на неё невозможно жить. И получается, что то, что ты говоришь, попросите тот минимум, который вам необходим, чайник, игрушки для ребёнка, возможно, какое-то одеяло, вот, а дальше всё равно нужно, мой посыл, наверное, такой, где бы мы ни были, становиться на ноги и идти работать. И работать, моя знакомая, значит, говорит, Марина, ты не представляешь, моя детская мечта осуществляется. Это человек, который может работать по интернету со всем миром, она говорит, а я, она вернулась из-за границы и сейчас рядом со Львом, она говорит, я буду водить автобусы с гуманитаркой. Я хотела всегда быть дальнобойщиком. И вот сейчас у меня есть такая возможность сесть за руль автобуса, выезжать из Украины и возвращаться в Украину с тем, чтобы привозить то, что нужно. Она говорит, как странно вообще, но даже в этой ужасной ситуации, она говорит, это же моя детская мечта, дальнобойщиком стать. И вот я сейчас буду её осуществлять. Даже вот так поворачивается. И ты знаешь, вот в этих вот таких моментах у них сила. Это можно не описывать, это нельзя почувствовать, это нельзя описать словами или объяснить, но это можно почувствовать. Ты ощущаешь людей, которые вот так вот мыслят. мне кажется, нам всем нужно понять, что рано или поздно, как бы это жёстко не звучало, я знаю это по своей современной ситуации. Там, где плохо, там, где плачут, там, где просят, там жертвы находятся. Скоро всем надоест, надоедать. Надоест, никто не хочет так жить, надоест. Все люди, ну вот, если ты здоров, то ты можешь встать и из любой жертвы стать человеком, который свою жизнь выстраивает. А если ты все время говоришь там и рыдаешь, мы все рыдаем время от времени. Я думаю, что ещё не один момент и не один раз мы будем плакать, потому что осознать это про жизнь. Это не про нашу жизнь, которая поломалась. Это больше про то, чтобы навсегда закончила жизнь у многих других людей. И это больше об этом. И мы это пройдём. Но в перерывах между плачем нужно встать, идти работать, где бы мы ни находились. Объединяться и идти работать. Я хочу тебя спросить. Один из таких важных моментов, в который ты мама маленьких детей, я мама уже взрослых детей, я общаюсь с мамами других детей, что ты сейчас будешь вкладывать в своего сына? Вот, не знаю, каких-то три качества, какие бы ты точно хотела в него вложить, понимая, что сейчас происходит. Я не хотела бы тебя куда-то направлять, но мы же все думаем о воспитании детей. Что бы ты хотела, чтобы в нём было такого, чтобы это в жизни, не то чтобы, на что он сможет опереться? Он маленький, ты всё равно его воспитываешь, ты будешь очень много в него вкладывать. Самая главная вещь будет, какие? Я думаю, гибкость. Гибкость подстроится под любую ситуацию. Б, я точно не хочу его воспитывать в жалости, а хочу воспитывать его в изобилии, в том, в том, что это возможно. Если раньше мы посещали супердорогие магазины, то сейчас мы пошли в Праймарк и купили ему по одному евро всё, что он там захотел. И, безусловно, я хочу ему передать находить радость, даже если ты находишься в аду. Вот это умение радоваться. Гибкость, изобильность, потому что, когда мы изобильности растим детей, у них есть возможности, они для них не закрыты. И это очень классное качество, которое ты сейчас говоришь, потому что для очень многих сейчас очень сузился коридор возможностей. Но даже в них можно быть очень изобильными, а детям, честно говоря, всё равно, сколько стоит игрушка, один евро или там… Мы сделали гаража из обувной коробки, магазин устроили, вырезали из тоже аромопалочек, которые нашли у соседей, повырезали оттуда кокосы, апельсины и игрались. Дети, они всегда остаются детьми, где бы мы ни были. Ты знаешь, я видела, как… Ай, Таня, 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 Боже, сейчас я вспомню, она когда-то в КВН играла, Боже, фамилию забыла, Лазарева, вот, ты наверняка тоже должна её помнить. Она застряла в Киеве, в центре, когда началась война, и ещё там застрял ребёнок без игрушек. Вот так получилось. И ребёнку три года, и она показывала, что они взяли, значит, такую лопатку, которую котлеты переворачивать, с отверстиями внутри. Она говорит, ну вот если взять лист бумаги, и, значит, вот так вот её, вот так вот так и вот так положить, клёвый цветочек получается. Ребёнку есть, чтобы рисовывать внутри много раз. И я просто рукоплескала, потому что я там с кем-то самолётики из конфетных фантиков делала, и мы запускали. Вот. Кто-то вот так вот рисует. И это о том, что многие дети оказались без игрушек. Ну, они же дети, и играть с ними можно и нужно. И в игрушки превращаются обувные коробки. И всё, что только можно превратить, имеет смысл делать. Скажи мне, не могу не спросить тебя, наверное, это самое важное, что ты сделаешь, когда закончится война? Первое, что ты сделаешь? Я обниму своего мужа. Я хочу, чтобы у многих была такая возможность обнять своих мужей, своих родственников, всех, кто остался, до кого нельзя дотянуться сейчас. Я тебя тоже обнимаю. Я тебя обнимаю, да. Я обниму своего мужа и вернусь в свою страну, буду строить, созидать. Я очень люблю Украину. Я уверена, что у нас страна возможностей, если ты там много работаешь, если ты честен, если ты открыт. Ты добиваешься успеха. У нас невероятные люди, у нас невероятная душевность. И это прекрасная страна, чтобы расти детей. И ты знаешь, я тебе скажу так, что есть такое понятие в бизнесе «фроглип». Что касается обучения детей в Украине, мы впереди планеты всей. В Испании, например, детей на футбол принимают с четырёхлетнего, пятилетнего возраста. Макс с одного года уже ходил, и сейчас я вижу, что он просто на голову выше своих сверстников. Те школы, те сады, которые мы посещали с такой любовью, с таким прагматичным подходом, как это делали, например, у нас. Но я здесь этого не вижу. Потому, как говорится, у нас невероятный огромный потенциал, и я думаю, что мы все станем сильнее, станем шире. У нас шансов нет. И будем ценить. Просто нет шансов теперь быть другими. То бишь то, что в Украине очень много умных людей, и да, школьное образование, можно при всех его плюсах и минусах много разного говорить, но мы, скорее всего, из тех, кто верит больше в возможности детей с более раннего возраста и пытается это как-то. Это, наверное, ещё наследие советских времён, когда образование было очень ценно. Да, да, да. Как его делать, оно, конечно, откликает. И просто, знаешь, наверное, в Европе давно всё стабильно и всё неплохо, уже давно. Давно. А наша страна открыла эти возможности недавно, и поэтому, конечно, догоняем, догоняем. У нас был подъём, а теперь будет ещё больше подъём после того, как мы победим. По-другому невозможно. Наш порог чист. Наш порог чист. Да. Это да. Спроси меня что-то, если хочешь спросить. У меня такой, знаешь, был проект, мы его только начали перед войной, буквально за несколько месяцев, который назывался «Марин». Спроси меня. Вот где-то в таком формате мы его сейчас продолжаем. Пускай это будет Zoom, но тем не менее. Спасибо. Да, я понимаю, что воспитывая, ну и растя малышей, ну без отца, там должна быть какая-то ещё мужская роль, ну, которую бы он видел. Сейчас очень многие мамы окажутся, да, вредные, без отцов, ну, какими бы они крутейшими не были, да. Вот действительно, я была так благодарна Богу, что Макс видит моего супруга, насколько он мощный, насколько он умный, интеллигентный, насколько он мужчина по своей сути. И это вот было один из таких болевых моих точек, когда это всё произошло. И тут момент, да, когда мы обустраиваемся, и пока тренируем, ну и воспитатель, женщина, и как будет... Вокруг будет много женщин. Вокруг будет много женщин. И этот вопрос, то есть я же не могу выйти с табличкой кричать, так, да, нам нужна рулевая модель мужчины. Можешь? Я сейчас расскажу, как это делать. Я прям думала о том, что хочу сделать такой эфир для тех, кто остался без мужчин сейчас, и дети, и много детей вокруг, и одни женщины. Здесь есть два момента. Первый, я всегда говорила, ну если хоть какой-то там мужчина будет, какой-то спорт в магазине, ещё где-то знакомьтесь, потому что это уже не история, когда к дедушке можно поехать или... Это просто история хоть где-то присоседить своих детей к мужчинам, когда они есть рядом. Ну хоть на чуть-чуть. Но это, если повезёт. А во всё остальное время мы же хорошо знаем своих мужчин. И для детей будет нормально, если мы скажем, послушай, вот сейчас мы с тобой живём вдвоём, но я иногда буду делать как мама, мама поступает, вот так, как я бы поступила всегда. А иногда я тебе буду говорить, папа поступил бы вот так. И вынужденно буду тебе сказать и сделать так, как поступил бы папа. И каждый раз я тебе скажу, твой отец сделал бы вот так. Мы знаем очень хорошо наших мужчин, как они думают, как они реагируют на ту или иную задачу, на поведение, на жизненные моменты. И поэтому нам теперь придётся говорить, вот здесь я мама, я тебе мама, а вот здесь я сейчас вынуждена поступать как папа или буду поступать как папа, потому что я знаю его, и он бы сказал вот это, и я говорю тебе его словами. Нам нужно так говорить, потому что по-другому никак. Потому что иначе, если мы у себя в голове не будем разделять вот эти вот позиции, женщине очень легко скатиться властность такую, которая все поглощающая, потому что надо выстоять, когда нужно выстоять, выдержать, мы становимся очень такими эмоциями, уменьшаем и затачиваемся на ежедневное выживание. И в этот момент мы будем жёстче, чем могли бы быть мужчины, и мы забудем про ту мягкость и доброту, и многое, что должна дать мама. Но если мы тебе позволим в голове переключаться, вот здесь я как мама, я тебя целую, балую, обнимаю, радуюсь, читаю тебе сказки, если до сих пор читали сказки. А вот здесь я как папа, стоять нет, так не делаем, потому что. И вот это переключение позволит и детям продолжать видеть, они тоже пап знают, они тоже знают, как папа поступил бы. И в этот момент времени у них будет ощущение, да-да-да, именно вот так был бы папа. И это такая и связь своего рода, и нам даёт возможность ну как бы не испортить всё, что можно испортить, просто потому, что мы будем выживать. Понятно. Нет другого дня, у нас нет черновика сейчас, поэтому нужно переключаться. Здесь я мама, здесь я женщина, здесь я вместо папы. Спасибо большое, Мариша, очень ценно, очень ценно. Буду так делать, да. Ксюша, спасибо тебе большое, я тебя обнимаю. И я тебя обнимаю. И я тебя обнимаю. Мира всем нам, всем держаться, где бы мы ни были, верить в нашу Украину. И очень важно, да, не скатываться, мне кажется, в ненависть. На ненависть ты ничего не построишь. Очень важно посылать любовь, да, вот нашим защитникам, нашим мужьям и не скатываться. В ненависть нет. Я скажу так, мне многие спрашивают, и утром, мне сегодня тоже в Дерек написали, Марина, что делать? Вот после Мариуполя вчера я прямо вот чувствую, что я ненавижу. Я говорю, послушайте, вот поненавидели с утра, а теперь вот эту ненависть в ярость. Ярость собирает. Да. Ярость даёт силы дожить. Ярость не разрушает, ярость двигает. И ярость остановится там, где нужно будет остановиться. Поэтому, если вот кто нас будет смотреть, люди, это не про ненависть, это про ярость. Ярость собирает. А ненависть может разрушить. И мы не заметим, как мы начнём вот это перекладывать на всех, кто рядом с нами, а этого нельзя делать вообще ни разу. Ярость собирает. Поэтому давайте соберёмся. И она можно будет направить на поиск работы, эту ярость. Абсолютно точно любую эмоцию, которая у нас есть, нужно сейчас направлять. Ярость позволяет так, я не сдамся. Вот эта ненависть говорит, типа, все вы, и дальше понятно по тексту, а ярость говорит, я не сдамся. И поэтому она хороша на то, чтобы там на работу устроиться, на то, чтобы жить не в тех условиях, в которых привык, на то, чтобы другим помогать, на то, чтобы делать всё необходимое, которое сейчас нужно делать, до того момента, пока нам нужно это делать, и чтобы оно схватило сил. Это такое хорошее топливо, на котором можно и нужно ехать, потому что, ну, потому что другого сейчас у многих нет. Значит, его нужно использовать, но для себя, использовать для себя, для своих детей, для своей страны. И по-другому никак. Но не скатываться в ненависть. Благодарю. Благодарю, Марина. Спасибо. Обнимаю. Обнимаю. Любовь. И всё тепло. Спасибо, дорогая. До связи. До связи. Всем украинцам сейчас нелегко. Где бы мы ни находились, в Украине или за её пределами. Многие из нас – родители. И каждый день в Директ мне пишут сотни вопросов о том, как жить с ребёнком в это нелёгкое военное время. Как успокоить малыша или пожилого родственника, которые были под бомбёжками. Как объяснить малышу, что мы должны всё бросить и уехать из своего дома непонятно куда. Как справиться с паническими атаками. Как найти связь с родственниками, которая потеряна. Как вообще перестать переживать о том, кому ты не можешь помочь. Поэтому я записала новое видео с ответами на эти и другие, но очень актуальные вопросы. Я открываю более чем 50 видео абсолютно бесплатно в моём приложении MeHappyAcademy. Получайте ответы на те вопросы, которые для вас сейчас важны. Но прямо сейчас мы не можем отложить родительство ни на день, ни на два, ни на секунду иногда. И нам как никогда нужно быть добрее, эффективнее, быстрее знать, как поступить в той или иной ситуации. Уважаемые родители, смотрите, обучайтесь, получите такую поддержку. И всем нам, дай Бог силы, справиться с этой сложной ситуацией. Продолжение следует...